КНДР КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности. Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы. В Донецке состоялась церемония взвешивания бойцов ММА. КНДР Утром 26 августа КНДР осуществила новые ракетные пуски. По данным южнокорейских военных, Пхеньян запустил три баллистические ракеты из района поселка Китерен в провинции Канвондо. Это были ракеты малой дальности, которые пролетели около 250 километров в направлении исключительной экономической зоны Японии. При этом в Токио заявили, что новый пуск не представлял угрозы для безопасности страны. Военные США также отметили, что пуск не угрожал ни Гуаму, ни Северной Америке. А в администрации Белого дома сообщили, что президента Дональда Трампа проинформировали о действиях КНДР. Позднее пхеньяне рассказали, что пуски были приурочены к празднованию Дня Сангун. В этот день, 50 лет назад, Северная Корея утвердила политику приоритета армии в государстве. На маневрах лично присутствовал Ким Чен Ын. Военные КНДР отрабатывали условный захват островов Пенондо и Йонгхендо, принадлежащих Южной Корее. Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы. Об этом сообщила глава прислужбы Белого дома Сара Сандерс. Новые действия президента запрещают сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы. Сандерс подчеркнула, что Вашингтон не приемлет созывы Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий парламента. В попытке продлить свое существование диктатура Мадуро награждает и обогащает коррумпированных чиновников службы безопасности. Экономическая некомпетентность Мадуро и масштабное разворовывание богатства страны приблизили страну к дефолту, как никогда раньше. Чиновники прибегают к скрытым финансовым схемам и распродают активы страны по бросовым ценам. Сандерс также добавила, что Министерство финансов США ведет 30-дневный период на реализацию санкций американскими финансовыми институтами. Позднее подписание Трампа Мука за новых ограничительных мерах прокомментировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, санкции США против Боливарианской республики усложнят поставки сырой нефти американской стороне. Кроме того, Мадуро обвинил Трампа в пренебрежении международным правом и отношениями с Латинской Америкой. По его мнению, действия президента Соединенных Штатов причинят огромный ущерб венесуэльской экономике и американским инвесторам. Масштабная пресс-конференция главных действующих лиц международного турнира по смешанным единоборствам «Единый Донбасс» собрала в одном из торговых центров Донецка огромное количество зрителей. Ажиотаж вокруг этого мероприятия просто зашкаливал. Бойцы в ходе пресс-конференции отметили высокое мастерство организаторов турнира. По словам спортсменов, они с нетерпением ждут своих боев на стадионе РСК Олимпийский. У любого спортсмена имеется мечта – это возглавить большие соревнования у себя дома и порадовать своих родных, своих близких, свою родную публику. То есть я не исключение. И мне очень приятно, что именно мне представилась такая возможность возглавить такой турнир в такое время и в таком месте. И я буду рад вас завтра порадовать своим выступлением. Соперник нашего соотечественника в главном бою субботнего вечера, опытный хорват Мара Пирак, положительно отозвался в подготовке Никиты, отметив при этом важный фактор в его внешности. Никита, безусловно, очень сильный соперник, но мне не впервые встречаться с сильными бойцами, а также у него отличный костюм. Стоит отметить, что нас ждет не один интересный и жаркий поединок. Также ожидаются яростные противостояния в весовых категориях от 61,2 кг до 100 кг чистых мышц, грозного и неприступного боевого духа, а также мастерства спортсменов в своих же видах единоборств. Бойцы вкратце дали ответ на вопрос, чего они ждут от данного турнира. Респект. Единичка, деньги, респект. Друзья, ну честно, все по делу. Это в первую очередь, как сказали до меня, уже победа, опыт. Это рейтинг, потому что если выиграл, люди смотрят в других организациях, видят, что победил. Если выиграл красиво, то тебя уже будут смотреть, интересоваться тобой. Я думаю, что это в первую очередь рейтинг. Далее предлагаю посмотреть взвешивание и яростные взгляды бойцов без комментариев. В завершении пресс-конференции организатор турнира Роман Трошин рассказал о пространстве. В программе мероприятия. Будет 9 бескомпромиссных сильных боев, потом будет в сопровождении последнего боя Никиты Крылова, будет играть рейтинг, потом будет выступать Анита Цой, будет розыгрыш призов, которые вы завтра все увидите, потому что призы очень хорошие. Кто-то выиграет, я думаю, будет счастлив. И будет 15-минутный фейерверк, это самый большой фейерверк за всю историю Донецкой Народной Республики. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Ади Кадиков, Дмитрий Зиньковский. Специально для Новороссия ТВ.